Приветствую вас. Давайте рассмотрим ваш вопрос. Находусь в отношениях больше года. Видимся редко, так как у него работа в другом городе. Раньше он был сильно заинтересован в отношениях, хотел семью. Говорил об этом постоянно. Говорил, что скоро будет рядом и все изменится. Все распишемся, но с новой проблемой на работе, то одно, то другое. Сейчас я начала на него давить, потому что ничего не меняется. Соревновать ко всему и всем. Чувствую, что стало зависимо от него и растворяюсь в отношениях. В состоянии думаю, где он и с кем, когда уезжает по работе. Не во все рабочие моменты меня посвящают. Говорит, это работа, тебе это знать необязательно. Говорит, что хочет ребенка и уже начали питаться, пока он рядом, но скоро опять уедет. Еще часто проводит время в других городах по работе. Меня это сильно бесит. Я понимаю, как стало зависимо от его внимания и настроения. Часто плачу, выношу мозг от недостатка внимания. Хожу, чтобы всегда был рядом. Меня само это сильно напрягает, так я растворяюсь как личность и не знаю, что с этим делать. Как перестать зацикливаться и ревновать. Понимаю, что он чувствует это, что я стала как пес и начал относиться не так, как раньше. Так как раньше, наоборот, я держал его на расстоянии, а теперь не могу. Подскажите, пожалуйста, как мне вернуть прежнюю себя и его заинтересованность. Ну, начнем, пожалуйста, с того, что ваш вопрос, он противоречив. Дело в том, что вернуть прежнюю себя и вернуть его заинтересованность, это вещи принципиально разные. Вы здесь лукавите, вы говорите о том, что вы кто хотите вернуть его заинтересованность, тем самым вы как бы продолжаете стоять себя. Поэтому вернуть себя прежнюю можно, вернуть его заинтересованность это следствие и может быть да, а может быть нет. Это я говорю про то, что вернуть себя это конструктивная, позитивная цель, а вот вернуть его заинтересованность это деструктивная, которая, по сути дела, ведет вас обратно. То есть туда, где вы сейчас находитесь. Ответ на второй вопрос, как вернуть его заинтересованность, достаточно прост, стать такой, как раньше. Проблема в том, что такой, какая вы были раньше, а раньше вы, как я понял, держали его на расстоянии и за счет этого он был в вас заинтересован. Так вот, такая, какая вы были раньше, вы не были, условно говоря, психологически более здоровы, чем вы находитесь сейчас. Потому что, как только появилась возможность задать семью, как только появилась возможность у вас родить ребенка, как-то вот все остальное у вас опошло как будто бы на задний план. И это не случайно. Ни в коем случае не случайно. Это про защищенность и гарантии. То есть вы требуете от внешнего мира защищенности и гарантии, стабильности. Не сказать, чтобы это такое прямо уж плохое желание. Не сказать, чтобы это прямо такое уж аномальное что-то. Но можно совершенно точно сказать, что ответственность за данный аспект вы перекладываете почему-то на мужчину. И вот это, на мой взгляд, является серьезной проблемой. Серьезной проблемой является и то, что для вас потребность безопасности и стабильности является приоритетной, исключающей все ваши остальные интересы. И я думаю, что это связано с вашей самооценкой. Я думаю, что это связано с тем, что вы к себе относитесь не слишком хорошо. Я думаю, что вы себя обецениваете. Я думаю, что вы не лучшего о себе мнения, мне кажется, были всегда, были всегда. И, собственно, поэтому вы держали человека на расстоянии, потому что у вас есть, мне кажется, страх сближения и проблема личной границы. Потому что я держу тебя на расстоянии, то, соответственно, если я тебя пропускаю, то все, как бы, все личные границы сразу исчезают. Это вот проблематика личных границ и проблематика, как бы, восприятия себя как отдельной личности и так далее. В продолжении этого, в продолжении проблемы целостности личности, можно сказать, что ключевым краеугольным вектором ваших отношений как будто бы является семья и ребенок. Обратите внимание, вы в отношениях чуть больше года, что не так много, вы еще не женились, а уже пытаетесь зажать ребенка. Вопрос? Вопрос. У меня есть ощущение, что между вами мало общего. То есть, конечно, общие цели есть, но если у людей общая цель – это создание семьи, у меня плохие новости, ни один из партнеров не будет чувствовать себя полноценно раскрывающимся в отношениях. Потому что взаимодействие будет проходить по каналам муж-жена и мужчина-женщина. И все. По большому счету и все. Уже сейчас это проявляется тем, что мужчина не хочет посвящать вас в рабочий вопрос. Одно дело, если рабочие вопросы являются достаточно специфичными и вы ничего не можете понять. Например, если один человек занимается, к примеру, программированием или генной инженерией и, естественно, какие-то тонкости программного кода или тонкости вычислительных формул, для человека, который этим не занимается, выглядит и звучит как темный лес. В этом случае, да, посвящать действительно не имеет смысла. Но если, как бы, суть профессиональной деятельности не является специфичной, то посвящается вполне себе нормально. При условии, если между вами есть личностное взаимодействие. И вот тут основная проблема, что личностного взаимодействия вас нет. Представить себе человека, который в начале отношений говорит о семье и говорит постоянно. Представить себе человека в отношении, эээ, в начале отношений, который говорит, что хочет семью, вы даже сами этого не замечаете, как в этом игнорируется ваша личность, игнорируется то, что вы живой человек со своими желаниями, со своими потребностями, со своими амбициями, со своими интересами и так далее. Понимаете? Но вы этого не замечаете. Почему? Потому что создание семьи, рождение ребенка является пролетелом. Я ни в коем случае не говорю о том, что создание семьи и рождение ребенка – это что-то плохое. Я говорю лишь о том, что это не может быть приоритетом. Я говорю, что это может быть естественной формой развития отношений у людей, но не приоритетом. Вообще, мне кажется, приоритетом, в принципе, ни одна цель именно приоритетной быть не может. Ну, потому что у людей это происходит по-разному. То есть, если человек получает какие-то впечатления, то он больше испытывает потребность в том, чтобы проявить себя как личность. Если человек испытывает сексуальное желание, он, естественно, испытывает потребность в том, чтобы проявить себя как представитель своего пола. Если человек чувствует себя готовым стать родителем, то, естественно, речь заходит о детях. Но это все не может быть постоянным. Потому что интересы, цели и потребности, они варьируются. Так что здесь изначально отношения уже выглядят как несколько дисфункциональными с точки зрения ценностей. Из точки зрения психологии. Да, могут быть пары, которые выстраивают отношения чисто из общей цели создания семьи. Но в этом случае должны быть соблюдены множество условий. Это большая похожесть людей. Это синхронизация ритма жизни, быта, привычек и так далее. Если этого нет, то цель создания семьи и рождения ребенка или детей в принципе не работает. Поэтому, моя гипотеза, именно гипотеза, заключается в том, что вы изначально, будучи еще, как вы говорите, первоначальной версией себя, были таковой только потому, что не было возможности реализовать вот эту потребность в семье и в ребенке. Мне кажется, принимая во внимание все вышесказанное, то таким образом вы пытаетесь человека к себе привязать. Ну, в смысле, вам кажется, что вот, если я создам с ним семью, если я стану мамой, он от меня никуда не уйдет. Уйдет. И еще как. Поэтому, мне кажется, что, будучи первоначальной версией себя, вы уже пребывали в обмане. Самой себя. Да, этот обман был добросовестным. В смысле того, что я не верю в то, что вы... Ну, обманываете сейчас нас, обманывали молодого человека, обманывали себя. Я не верю, что вы делали это специально. Я верю, что вы заблуждали. И поэтому я думаю, что на то, что я сейчас говорю, у вас может возникнуть сопротивление. И вы будете не согласны и будете говорить о том, что нет, это не так, мне было все интересно, я увлекалась и так далее. И я не буду спорить. Я просто хочу задать вам вопрос, если я чем-то увлекаюсь, ну, например, я писатель и люблю писать книги. Считаю писательство делом своей жизни, например, то как же так получилось, что когда в моей жизни появился другой человек, я от этого отказался? Вот вопрос. Если бы вам было что-то интересное, если бы вам действительно что-то в своей жизни нравилось, вы бы никогда от этого не отказались. Иными словами, вы бы не изменились. А раз вы изменились, вы просто сменили. Вы просто сменили тот коридор, идя по которому вам кажется, что вы достигнете того, что вы хотите, на более короткий. Но уменьшенная длина коридора это иллюзия в данном случае. Потому что если человек себе не доверяет, если человек не защищен сам личными границами, и если человек себя обесценивает как причина первых двух аспектов, то естественным образом коридор этот, каким бы ни был, будет бесконечным. Потому что получить извне то, что действует внутри вас только, что может быть внутри вас, невозможно. И вот задача, своей задачей как психолога я вижу, именно, в общем-то, по сути, исключение коридора. Исключение коридора между вами и вашей потребностью в безопасности и потребностью в стабильности, потому что они находятся в вас, они у вас уже есть, они всегда были. Просто вы этого не чувствуете и не замешаете. Вот, например, вы говорите, я его ревную. Задумывались ли вы, чем связано ревность? Ну, то есть, что такого страшного, если он действительно проводит с кем-то время? Ну, с другой девочкой, например. Что такого страшного в этом? Это означает, что, да, человек не видит с вами, например, какого-то будущего или не получает от вас то, что ему нужно. Хорошо? Это проблема, это кризис, это можно по-разному решать, но чем это так страшно для вас? Понимаете, такое ощущение, что вы всю ставку сделали на человека. Не на себя, а на человека. И почему так вышло? Вот этот вопрос я хочу вам сейчас задать. Дальше. Вы говорите. Хочу его внимание и чтобы он всегда был рядом. Зачем? Ну, зачем? Как вы чувствуете себя, когда он не рядом? Как вы чувствуете себя, когда он рядом? За счет чего меняется ваше состояние? Задумывались ли вы об этом? Вот прямо в процессе, вот его нет и вот он есть. Как меняется мое состояние? За счет чего оно меняется? Понимаете, по тому, как вы пишете, я полагаю, что вы не замечали этого. Даже. Ну что ж, самое время начать. Вот вам и ответ на вопрос, как вернуть себя. Но не первоначальную, а настоящую. Потому что первоначально, как я надеюсь вы поняли из моего ответа, вы были точно такой же, как и сейчас. Просто немножечко с другой стороны видели вы себе и с другой стороны видели вы своему мужчину. Вообще говоря, вот именно модель женского поведения, когда, допустим, и женщины, это касается не только, женщины, это касается и мужчин тоже. Вообще абсолютно любого человека в любой социальной роли, когда человек держит на расстоянии кого-то, да, но при этом, ну как-то вот хочет, да, там, не знаю, сблизиться. То есть мне человек нравится, но я держу его на расстоянии. Вот этот момент, он ведь всегда про что? Он про то, что я воспринимаю себя как приз. Я приз. Вы воспринимались и воспринимаете себя как приз. И плохая новость в том, что вы и ведете себя как приз. А как человек может прийти к тому, что он приз? За счёт чего человек может прийти к тому, что он приз? За счёт того, что у него к себе оценка, ну, образно говоря, как материальную ценность. Отсюда протекает ревность, оттуда протекает то, что вывинулся тимул, человеку для того, чтобы получить внимание. Всё это попытка подтвердить свою ценность, но подтвердить свою ценность как бы материально. Это попытка набить себе цену, по большому счёту. Такая вот немножечко архаичная модель поведения. Архаично почему? Потому что не подходит, как мне кажется, под современные реалии. Современные реалии таковы, что люди стали сложнее. В условиях, когда человеку довольно много доступной информации, пускай даже человек не преследует цели обучаться. Пускай даже человек не преследует цели что-то изучать. Пускай человек не преследует цели что-то узнавать. и развиваться, всё равно за счёт возросшего количества информации и её доступности, человек сейчас более сложный по своей структуре внутреннего мира, чем, ну скажем, даже 30 лет назад. И если 30 лет назад женщину, которая сейчас, можете себе представить, 60-65 лет, если 30 лет назад такая женщина и не подумала бы о чём-то, то сейчас 30-летняя женщина и мужчина об этом скорее всего подумают. А модель поведения, она остаётся той же. Когда я набиваю в себе цену, я акцентирую внимание на чём-то, всё другое я опускаю, игнорирую. И взаимодействие становится одновекторным. И стоит этому вектору побледнеть, стоит этому вектору замедлиться в своём движении, а это нормально, вектора в отношениях напоминают, наверное, связки шоссе. Связки шоссейных дорог. По одной дороге движение ускоряется в одно время суток, по другому сейчас всё замедляется. Где-то оно вообще останавливается, а где-то пустое. Останавливается, я имею в виду пробка возникает. И так же происходит со взаимодействием. А здесь всё ставится на одну дорогу. То есть, это неизбежный путь, конфликт. Вот, может быть, вы вспомните какую-нибудь историю взаимоотношений людей где-нибудь так в восьмидесятых, я не знаю, сколько вам лет, вот. Но если есть возможность, пора спрашивать, как люди жили в восьмидесятых, например. Такие, такие, знаете, пары со стажем. Десять, двадцать лет, как они жили. По привычке. Там была привычка. Там был доведённый до автоматизма быт. И всё. Каждый получал развлечение на стороне. Мужчины ходили с другими мужчинами. В бары. Или в бабы. Играли в какие-то игры. Смотрели футбол. То есть, всё это было в отрыве от жены. Жены, если позволяли, разрешали себе развлекаться, занимались абсолютно чудными для мужчины вещами. Но когда этот же самый, так сказать, паттерн проявлялся в измене, начинался скандал, люди не могли понять, что это, в общем-то, то же самое. Это то же самое, что и футбол. То же самое, что поход в паб. Это то же самое. По своему контексту, это то же самое. Нет контакта с женой или мужем. Ну, его просто нет. Против себя. О чём вы говорите со своим мужчиной? Как вы проводите время с ним? Получаются ли вы какие-то общие впечатления? Подходите ли вы по интересам? То есть, впечатляет ли вас примерно одно и то же? Или нет? А то, знаете, когда женщина обожает, например, любовные романы или детективы, а мужчина сходит с ума по историческим тамам, такие люди начинают быть вместе. Невольно хочется спросить, зачем? Не от тотального ли одиночества эти люди вместе? Не от того, что настолько невозможно быть наедине с собой, что хочется быть хоть с кем-то. И правда в том, что вопрос одиночества, проблему одиночества это не решает. От одиночества ты не убежишь с кем бы ты ни был. Если оно тебя преследует, то оно будет тебя преследовать с кем бы ты ни был. Ну, потому что человек никогда не становится кем-то для тебя, кроме чужим. Человек, который боится одиночество, он сам себе чужой. И для него все чужие, даже если эти люди вместе спят, едят, занимаются хозяйством, растят детей. Вот, мне кажется, что вы всегда были сами себе чужими. Собственно, вы и продолжаете оставаться. И мне кажется, что задача психолога заключается в том, чтобы сделать вас менее чужой, более знакомым. Тогда и люди внезапно станут вам тоже более знакомы. И может быть выяснится, что мужчина, которым вы сейчас, он не единственный. Выяснится, что есть другие мужчины, которые обращают вас внимание. И которые готовы были бы выстраивать с вами отношения, пусть не на семье и не на детях. Да, гарантии вам бы никто не давал, но может быть такое не гарантированное будущее у общения личностного куда больше заряда и возможностей для формирования крепкого контакта. Когда ценность моя не определяется тем, где ты сейчас и с кем. И твоя ценность не определяется тем, где ты сейчас и с кем. Когда есть что-то большее, что-то более глубокое. Понимаете? Но чтобы это увидеть, нужно вначале заметить это в себе. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok